В регистратуре Брестской городской детской поликлиники номер два, как правило, достаточно большое количество пациентов. У кабинета в своей очереди дожидаются малыши и их родители. Кто-то за медицинской справкой, кто-то за рецептом, а кто-то и за больничным листом. Несмотря на благоприятную погоду, медики констатируют, простудное заболевание сегодня в числе лидеров. Очень важно, чтобы родитель вовремя заметил начало недуга. Тогда доктор сможет быстрее поставить диагноз и назначить грамотное лечение. Однако бывает и так, что первое время многие мамы и папы пытаются бороться с болезнью своими силами. И только когда замечают, что лечение бессмысленно, обращаются в медучреждения. К сожалению, именно в этом они допускают самую большую ошибку. За симптомами сильной простуды может скрываться грипп. Сегодня, по мнению Всемирной организации здравоохранения, лучше всего противостоять этому помогает вакцинация. Мы начинаем прививать против гриппа в октябре-ноябре с той целью, чтобы избежать сезонного подъема заболеваемости. Сегодня в городской детской поликлинике своим пациентам врачи предлагают несколько импортных вакцин. Каждая из них имеет сертификат и специальное разрешение для использования. В нашей поликлинике используются такие вакцины, как гриппу-плюс, вакси-грипп и вакси-грипп-тетра. Иммунитет формируется через 2-3 недели от проведения прививочки и удерживается около года. Поэтому проведение вакцинации надо осуществлять ежегодно. Эффекты процедуры вакцинации смогли оценить родители, прививающие детей уже не один год. Как показывает практика, они реже болеют и менее склонны к вирусам. Скажите, почему у ребенка слово «прививаете» и почему считаете это нужно? Ну, это наша безопасность. И мое такое мнение, что прививаться надо. Сделать прививку ребенку сегодня можно в поликлинике по месту регистрации. Однако медики напоминают, важно учесть несколько факторов, соблюдая которые, вакцинация пройдет без осложнений и принесет ребенку здоровье на целый год. Единственное условие для того, чтобы вакцинация прошла успешно, это чтобы ребенок был здоров перед прививкой, осмотрен врачом перед прививкой. После проведения профилактической прививки он не контактировал с больными. То есть желательно, если ребенок приходит в день здорового ребенка, ну, значит, все в порядке. Если ребенок приходит на прививку в день больного ребенка, это как понедельник, среда, пятница, желательно, чтобы родители воспользовались маской, чтобы в процессе, перед проведением прививки, он не заболел, не заразился от находящихся рядом деток.